Завод в Камбарке, хоть и уничтожил весь хранящийся здесь люизит, всё ещё продолжает работать. Сейчас здесь утилизируют оборудование, которое было задействовано в этих процессах. Оценить системы контроля и безопасности на объекте сегодня впервые смогли не только журналисты, но и общественники. Мы прошли по предприятию, посмотрели, как работает производство. Все интересные самые вопросы мы задавали на производстве, то есть непосредственно, где мы ходили, и те моменты, что нас волновали и по заболеваемости, в том числе в Камбарке, и по производственным циклам, и по технологиям, и по тем веществам, которые будут перерабатываться. Мы, в принципе, всё спросили, от нас ничего не скрывали. Нормально. Именно на этих площадях и предложено создать новый завод по утилизации отходов первого и второго класса опасности. Его мощность может составить порядка 50 тысяч тонн в год. Свои вопросы общественные активисты, в том числе из Башкирии и Пермского края, смогли задать экспертам и на организованном брифинге. Не секрет, что страны у нас обширные. Есть регионы с плотностью населения, с наименьшим населением, это плотностью населения, да? Почему был именно выбран регион, где плотность населения всё-таки высокая? Поймите, в это были вложены действительно колоссальные бюджетные деньги, а самое главное была создана инфраструктура. Сети, коммуникации, вот эти все барьеры защитные, фильтры, да, много-много чего другого. И люди обучены. Так поэтому это ведь и надо развивать и дальше этим пользоваться, этими благами. При общении с журналистами представители Росрау сообщили, что все действия с их стороны будут открытыми. А в 2020 году состоятся общественные слушания по строительству нового объекта в Камбарке. Ну, беспокоит то, что выделяются средства, а документов нет. Я технический человек, и поэтому, когда не о чем говорить, а деньги уже выделены, для меня кажется это странно. У меня нет доверия ни чиновникам, ни учёным, так называемым учёным, у меня доверия нет. Конечно же, хочу сказать спасибо, что нам всё-таки открыли двери. Мы зашли на территорию завода по УХО. Делать те или иные выводы, а вообще возможности данного производства на площадях, выезжающего отсюда с завода по утилизации УХО, ещё очень рано. Необходимо собирать сведения, проводить общественные слушания и проводить экспертизы. По словам представителей Росрао, перерабатывать Камбарки планируются в первую очередь отходы нефтехимической, металлургической и машиностроительной промышленности, в том числе отработавшие свой срок трансформаторы и подобное оборудование. Задача – вернуть ценные материалы в хозяйственный оборот. Продуктами переработки таких отходов, ну, это, очевидно, вторичное сырьё, металл, стекло, пластик, отмытые, очищенные, готовые вторичные переработки. Что касается тех химических веществ, которые оттуда излечены, это либо будут продукты в виде ртути, ценных тяжёлых металлов, цветных, редкоземельных, либо безопасные соли, которые я бы их не назвал отходами. Речь о том, что здесь будут создаваться какие-то полигоны захоронения отходов, не идёт. Такую задачу перед нами никто не ставит. По словам Максима Королькова, инженерное и предпроектное изыскание должно начаться в этом году. До конца года также появится точный перечень отходов, которые и планируется перерабатывать в комбарке. Роман Вагинов, Александр Шарабоков. Новости.